всем доброго это видео про изготовление приспособления для ручного вращения шпинделя токарного станка мне также попадалось название мясорубка я даже хотел так назвать ролик но при запросе мясорубка токарный станок выдает или правда мясорубки на базе токарных станков или всякую кровавую жуть о пострадавших так что я решил назвать просто приспособление в моем случае это токарный станок в м210 в с рмц 600 я уже записывал видео в двух частях про доработку задней бабки этого станка возможно вам это будет интересно ссылки в описании если что завалить чек погнали итак данное приспособление к токарному станку обычно используется при нарезании резьбы резцом так как у таких хоббиных станков часто не хватает крутящего момента на валу шпинделя для нарезания резьбы за один проход случае ручного вращения маточная гайка после первого прохода не размыкается а поперечной подачи суппорта резец отводится назад и возвращается на исходную разумеется при каждом проходе резец надвигается все глубже и глубже ручка вращения при таком способе здорово облегчает жизнь ну ладно хватит теории пора переходить к практике существует несколько конструкций переходных валов на которых сажаются ручки маховики или как моем случае колеса при этом различают способы закрепления таких валов без внесения изменений в конструкцию шпинделя то есть речь идет о самозажимных устройствах по типу аналогичным ангерным болтам и с изменением конструкции шпинделя я выбрал второй путь а именно сверление в задней части шпинделя сквозного отверстия с одновременным сверлением переходного вала нарезанием на нем резьбы и использование винта в касте штифта что касается вращающие вращающегося колеса то в моем случае действительно промышленное колесо со ступицей и роликовым подшипником внутри при этом сепаратор сепаратор подшипника из пластика так что жить такому колесу при нормальном использовании в тележке и хорошей нагрузке недолго но это как отступление мне же наоборот пластиковый сепаратор помог невероятно плотно посадить колесо на переходной вал но в этом позже сам переходной вал я придумал делать из дюралюминия до 16 он и легкий и относительно просто обрабатывается и он у меня есть вполне можно и стали алюминиевые капролоны и так далее кто во что гораздо внутренний диаметр шпинделя около 38 миллиметров заготовка имеет диаметр 42 миллиметров то что надо эскиз переходного вала представлен на экране это уже второй вариант первый рисовал карандашом и он остался внизу в цоколе мне просто лениво за ним идти уж извините как видно примерно посередине детали есть упорный буртик который является упором при посадке детали шпинделя далее будут некоторые кадры обработки детали на станке без комментариев не знаю что тут говорить вроде просто все в конце пробуем насадить колесо на вал садится плотно то что надо забегая вперед скажу что колесо я посадил просто на тугую посадку но поскольку изначально планировал осевой болт то я его все таки вкрутил по принципу надевания второго презерватива на свечку фактически исключительно для полного душевного успокоения и внешней эстетики сам переходной вал в итоге выглядит вот так ну а далее как я уже говорил я просверлил шпиндель вместе с переходным валом сверлом на 4 а затем нарезанного у глухой резьбу м5 отверстие шпинделе рассверлил до 5 миллиметров собирается все это следующим образом в сборе с колесом вставляется в нужном положении заднюю часть шпинделя и фиксируется винтом м5 с внутренним шестигранником на этом собственно все будут вопросы пишите всем удачи